выключи что смотришь весь мой контент и они были все скажите привет всем привет рада вас приветствует на моем канале смотрите у нас отклеились обои не знает от виксика или просто само собой так произошло в общем мы сейчас ждем мебель на удивление на удивление прихожую сделали намного раньше срока обычно так не бывает обычно не опаздывают мы здесь освободили абсолютно все убрали здесь нас ринглайт потому что люстру мы сняли так как люстра мешала мебель нас мебель будет достаточно высоко и вот эти ящики они открываются и как бы люстра мешает поэтому здесь нужно заказать совершенно другую люстру пока что мы заказывать не стали пусть мебель поставят и мы уже решим какого именно размера люстра нам нужно как раз посмотрите на мой вкус мебель будет вот оттуда прям до конца достаточно много кто не смотрел хаус тур вот так слегка вам покажу кстати вот эту штуку тоже надо снять это типа от сглаза вы видите маме ты попадаешь в кадр потом ты скажешь удали этот кадр потому что я здесь вышла не очень очень здесь у нас такая круглая стена но очень классно смотрится на сказать у соседа снизу просто вот так вот угол и смотрится хуже лучше когда круглая это мы сами переделывали то есть проекте было не так а вот и наш бояка как только кто-то приходит посторонние к нам домой у него начинается стресс он всех боится твикс надеюсь дурачок не найдет себе удобное время и не выбежит здесь дверь открытой пока это все будет собирать завозить я должна быть открытой надо его где-то закрыть давай я тебя где-то закрою ты себя не контролируешь я чувствую вот ему хочется в подъезд вот ничего с этим не поделаешь ему интересно что же там в подъезде вот так вот получается еще все в процессе но очень быстро справедливости ради действительно работают очень быстро оперативно даже можно было поставить рядышком камеру и в быстром режиме показать вам как собирается вся прихожая не то что в моей квартире три дня собирали это просто был какой-то ужас я уже в конце там оставила маму и мама уже смотрела а я пошла домой работать то есть было очень долго об этом плане эти прям профессионалы мне понравилось но тут другой вопрос возникает уже они почти все собрали я понимаю что цвета которые я выбрала они не очень сочетаются между собой ну как не очень я ожидала увидеть немножко другое почему-то когда я видела на бланке так скажем одно дело ты идешь магазин видишь вот наглядно что ты покупаешь и тебе это привозят домой это одно дело но когда ты выбираешь из каталога самостоятельно выбираешь цвета которые будут сочетаться между собой или возможно не будут тебе это привозят и ты понимаешь что все-таки ты промахнулась мне кажется я конкретно промахнулась чуть позже вам покажу результат я хотела быть и мне я получилось посветлее и вообще эти цвета не очень классно сочетаются все вместе смотрится ну так себе здесь нам установили вот такой свет ты восторгивали ты от такого цвета брата все в шоке что это за свет вообще но здесь такое вот зеркальце это и это моя идея была моё дизайнерское решение вам что-то не нравится на самом деле цвет я хотела потемнее но так получилось спасибо ты меня успокоил тут еще ручки не потемнее надо было реально надо было потемнее мама скал темный какой-то ходе ни туда ни сюда приносят там на каталоге было нормально а может они нам другой сделали цвет не думаешь фотографируют сфоткала бы короче ручка ручка должна была быть вот отсюда подожди сейчас пуфик тоже покажу такой пуфик и вот здесь открывается о и здесь можно хранить обувь тапки и тела зазоры которые гуляют это и и княх система нажима поэтому они смогли его вот это да ну вот видишь здесь он все равно будет касаться быстро только у надо без густая свинглая там жить есть 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 специальные споты широкие споты которые как толщиной всего один сантиметр а вот там как раз только место есть ну когда ты будешь открывать этот ящик ты прямой будешь надевать этот нет вот это видишь это я не про это я про другой говорю другой ящик откроет ну вот смотри и вот да ты задеваешь получается они за тебе то там же есть на нем тогда ты не сможешь полностью открыть такой вариант вариант нет вы же не будете также цветим поводами еще я знаю что обратила внимание когда мы заказывали мы заказывали пуфик и вот так вот чтобы он открывался налево и мне не принципиально но он открывается вот так то есть в принципе так тоже норм но просто я тут выложила в инстаграм прихожей читаю ваши комментарии многие пишут что обои не сочетаются вроде как прихожая нормальная цвета тоже но обои надо либо белые либо серые я с вами согласна вообще во всей квартире нужно менять обои и не только обои вообще нужно делать генеральный просто ремонт но мне кажется в этом нету смысла в этой квартире уже что-то менять на мой вкус я бы лично купила бы новую квартиру а эту бы сдала но как там получится посмотрим возвращаюсь к вам уже на следующий день вчера приехал дизайнер и просто физически не было возможности доснять этот влог мы обсуждали с ним детали почему свет такой если должен был быть вокруг зеркала такой вот он объяснил что он некачественный почему с нами не согласовали я тоже не поняла в общем надеюсь что все исправят потому что они обещали что в кратчайшие сроки скорее всего сегодня в первой половине дня они все исправят и кстати мы деньги не заплатили когда они доделают все тогда мы уже и заплатим еще мебель была грязная мы и оттирали сегодня кстати надо заполнить уже вещами хотя у нас вещей не так много но все равно я не люблю когда вещи повсюду тут там пусть они внутри их не видно такой знаете зрительный порядок получается я говорю полушепотом потому что мама спит время еще рано здесь у нас нету света поэтому мне приходится тянуть реглайт чтобы вам было хоть что-то видно в общем вот так вот обстоят дела в принципе нормально единственное если они исправят ли свет будет нормуль немножко протерли мы с мамой спиртом прошли уже разложили вещи кое-какие я смотрю на некоторые свои вещи и не понимаю зачем я их храню например вот эти шорты они уже давным-давно не актуальны их просто надо на мусорку кое-кто нашел себе классное местечко так я все вместила в принципе очень такой достаточно емкий шкаф получается даже очень много места свободного остается там соседних отделениях сейчас буду делать такой легенький макияж потому что мне сейчас на вождение вы знаете что я получила права но если честно в городе водить так знаете уверенно я не могу я хочу это исправить набраться опыта именно поэтому хочу взять 10 уроков подкрепить свои знания теории на практике чтобы быть более уверенной в себе и сегодня у меня первый урок там вообще знаете выгоднее покупать пакетом причем очень выгодно но я должна посмотреть на педагога нравится она мне или нет комфортно мне с ней или нет поэтому куплю пока что только одно занятие если мне уже понравится то пожалуй куплю уже 10 занятий сказать что я боюсь нет не боюсь хочу научиться классно парковаться вообще надо совершенствовать себя даже знаете хочу записаться на танцы научиться классно танцевать я вам на мукбанке говорила недавно приходил к нам мой брат и такой говорит вот ты это работаешь работаешь и в конце просто выйдешь из комнаты в свой день рождения тебе придется задуть 40 свечей просто жизнь мимо тебя где-то прошла поэтому хочу учиться чему-то новому развиваться возможно даже на танцы запишусь брат конечно давай на плавание можно и на плавание в принципе посмотрим короче я вам все буду показывать рассказывать и конечно же наконец-то надо брать себя в руки и снимать как можно больше контента потому что я естественно читаю свои комментарии вижу что вы недовольны этим каждый раз обещаю вам и каждый раз мне не получается но в этот раз я прям беру себя в руки прям буду пилить контент ночами не спать пилить контент слегка легенький такой макияж делаю еще сегодня вечером я иду на день рождения у меня у племянника днюха постараюсь побольше всего успеть сегодня кстати очень рано встала сразу смонтировала видео опубликовала читаю комментарии все недовольны что мало контент мама когда читать такие комментарии она всегда радуется на гордках классно что люди ждут от тебя видео даже очень круто все человека есть аудитория да прежде всего ответственность нужно снимать контент особенно сейчас ноябрь декабрь кто не знает это самые дорогие месяца то есть нам блогерам платят очень очень хорошо и почему-то всегда в эти месяца я снимаю очень мало потом в январе как набираюсь сил начинаю снимать дофига хотя в январе все это как бы стоит копейки но почему-то у меня всегда вот так бывает у меня какой-то знаете декабрь вечно на расслабоне поэтому надо брать себя в руки вы знаете я хочу снимать прям вот классный какой-то контент у меня были времена когда я снимала в день по 2 мукбанка еще умудрялась снимать влог прикиньте я не выгорала я не уставала и сейчас тоже я не могу сказать что я выгорела кстати я должна вам показать эту палетку посмотрите какие у меня успехи здесь осталось вот три оттенка я просто мечтаю чтобы эти три оттенка поскорее закончились и все пустые баночки специально пользуюсь этой палеткой чтобы она поскорее закончилась но там темный один цвет я переспрессовала в другую палетку потому что темные цвета у меня почти не идут и не умею я уже абсолютно готова но пока что рано выходить поэтому я решила немного порисовать заодно вам показать делаю новую коллекцию которую уже сделали практически все называется на чемодан он немножко необычные здесь вот такая прозрачная еще страничка обязательно смотрите завтра наверно публикую это видео у меня уже готовый чемоданчик вот такой и вот это зачем я сделала вот эту прозрачную штуку просто новый дизайн чемодан мы будем клеить на нее чтобы вот так вот внизу было видно и старый дизайн видите уже сколько пакетиков сделал у меня есть полчаса за эти полчаса я успею сделать еще один и вот что я нарисовала за 15 минут уже пора одеваться знаете какая красота получилась каждую минуту своего времени нужно распределять так чтобы делать что-то полезное покажу вам свой лук я надела ремешок потому что эти брюки тоже мне большие ремешком правда тоже не очень смотрится ну да ладно это лучше чем просто будет болтаться вот это вот кофточка которую я заказывала шеи кстати я сделала еще один заказ и совсем скоро наверно будет распаковочка у меня волос очень так приятненько смотрится по мне я уже дома вы знаете я снимать не стала потому что я была очень очень напряжена я очень волновалась и мне было абсолютно не до телефона но не переживайте завтра я опять буду снимать влог и завтра в 12 у нас опять занятия и я обязательно завтра вам подниму как я в условии пробки там вожу что я делаю конечно волнение у меня есть не знаю почему вот есть люди которые просто берут садятся за руль и едут у меня это немножко по-другому работает у меня внутри огромный просто страх не знаю чем это связано вроде я в сильные какие-то аварии не попадала ничего такого плохого со мной не происходило но все равно у меня внутри очень большой страх поэтому я хочу еще пять дней каждый день ездить с инструктором я сейчас пытаюсь выбрать что же я надену сегодня идем на день рождения подарок кстати я не покупала я решила дарить деньги вообще лучший подарок это деньги пусть сами решают что будут покупать вот такой вот у меня лучок я еще точно не решила иду я в этом просто мне кажется как-то немножко не по сезону что ли я конечно самое последнее смотрите все уже здесь все скажите что творит а моему банки хочет включить выключить что смотришь весь мой контент я не поняла я протестую теперь до вечера будем смотреть мои блоги причем знаете рекламу пропустила это еще он не начал пить что-то 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok